Ром, я рада нашему с тобой знакомству. Ты сейчас приехал в Лос-Анджелес, расскажи немного об этом. Ну, действительно, я приехал в Лейк. Я просто все работал именно в Санкт-Петербурге, в Москве, потому что я работал на две столицы. Я на среде работал в Шанкт-Петербурге и садился на Шапсан, такой сказочной пояс у нас есть. Я ехал в Москву, работал в Академии бокса. Так это продолжалось где-то в протяжении года, а то и полтора. Но почему я уехал? Почему я уехал? Ну, мне задают вопрос, говорят, в принципе, я не плохо там зарабатываю и все. Я уехал, просто хочу уйти от чайников, ну, в кавычки, для людей, которые занялись для себя, для здоровья, похудеть, поставить удар и так далее. Немножко мне это неинтересно, потому что немножко это неинтересно, потому что хочется увидеть результаты, я работаю, чтобы человек действительно стал кем-то. То есть стал чемпионом мира, это моя новая мечта. И я всегда этим жил. Я раньше давал себе цель стать чемпионом мира по боксу и устал. Теперь обрадовалась такая пустота, после этого теперь у меня есть новая цель – делать и воспитать чемпион мира. И поэтому ты выбрал Лос-Анджелес, потому что здесь все профессиональные боксеры, да? Я выбрал Лос-Анджелес, потому что я здесь много времени провел, здесь лет пять, наверное. Жил, а то и больше. Поэтому есть много очень друзей, очень хороший народ, климат, как вы заметите, это немаловажно. Поэтому я именно никуда-нибудь не в Нью-Йорк, не… Я именно отъехал в Лос-Анджелес, потому что действительно я знаю, что… Я уверен, что через полгода он мне знает и слышит, как не о хорошем во всем мире, а о хорошем. Ты прошел весь этот путь уже, то есть ты уже был на самой вершине, да, то есть это немного позади уже осталось. Вот теперь, оглядываясь назад, какие бы ты советы мог дать профессиональным боксерам, на твой взгляд? Еще же самое важное, вот когда мне дают, там, ты талантливый, это вопрос. Ну, я говорю, ты стал чемпионатом, потому что ты талантливый. Знаете, я не был никогда талантливым боксером. Я просто был талантливым очень. Когда все уходили в зал, я оставался и пахал. То есть я верил в себя, я думал, что я смогу. И даже я много благодарен тем комментариям, которые писали после какого-то очередного боя, что руку кормить не потянет там. Мне только это всегда. Я им благодарен тем, что что-либо на эгадосах писали, потому что благодаря им. Действительно, я хотел доказать себе прежде всего, и вот этим людям, которые меня не верили. А ты сайт улбоксинг читаешь? Я всегда читаю, это единственный сайт боксовский. К сожалению, наверное, не знаю, именно радость. Только его и читаю. На самом деле, все новости бокса, которые я узнаю, я знаю только через него. Но, к сожалению, в последнее время я перестал вообще смотреть бокс. Я смотрю только избранные бои, потому что смотрю только те бои, где можно получиться. Я не знаю, почему-то. То есть ты, до сих пор, такой фанат бокса. Я знаю, очень многие боксеры вообще не смотрят бокс. То есть они вот перестали боксировать, а они не смотрят даже, не хотят. Нет, я еще ответил. Я настолько устал от бокса, я сам себя мучивал. Я, наверное, из-за этого так рано ушел из бокса. По здоровью мне все хорошо. Я думаю, что я еще и побоксировал. Но я максималист по жизни. Либо лучшим, либо вообще там не участвовать. Дима Кирилл сейчас пытается заработать денег. Пытается опять побоксировать. Но для чего, не знаю. Потому что он будет выиграть, будет проиграть. Мне это интересно. Это должно быть либо лучше, либо... А так как сейчас молодежь на пятки наступает, уже, конечно, чувствуешь, не потянуть. Сразу вопрос по поводу молодежи. На текущий момент кто тебя импонирует из боксера? Кому свое предпочтение Даша? Я вам скажу, что он из наших чемпионов. Я всегда это говорил с Сергеем Ковалевом. В моем вкусе, то, что он делает на ринге, это примерно похоже на то, что делал я. Конечно, у него есть свой рисунок, он другой. Но то, что он делает на ринге, это мое. Из всех наших боксеров, которые сейчас я вижу, Ковалев, именно показывает бокс, такой высший ревантажный. А смотри, а если взять прошлый бокс? Ну, там 80-е годы, 90-е годы. Естественно, мне кажется, что в прошлый год было многое, сейчас бокс изменился, он стал более силовым. Гена Головкина, который видел, я даже сам с ним лично общался. Гена, ты же можешь боксировать, показывать красивый бокс. Мне он очень хороший бокс показывает. А ты считаешь, что он боксирует? Он ломает просто людей. Он даже там признался, я вижу, что я могу сломать, и я ломаю их. Просто физически одаренный человек, но он действительно может еще и боксировать, что самое интересное. И бокс такой стал. Я так понимаю, это все диктует моду народ, который ходит, публика, который ходит на эти бои. Потому что, если бы он был, возможно, босс был таким, как раньше. Такой более игровой, зрелищный, перехват и встречи. Хотя, в технической точки зрения, это намного круче, скажем, чем встать лоб в лоб и убивать друг друга, и кто сильнее держит удар, и лучше что-то победит. Возможно, чтобы он упал, рынул вперед. Это круто. А может, и рунул назад, да? Да, не назад падает, когда вдогонка попадает, а когда он падает, он рассыпается, как хрустальный, и падает. Фактически люди так не встают. Это круто вообще. Это высший пластаж, когда тебя в встречу попали. Помните, в свое время, как я упал? Да, он упал в лесу вперед, и там уже... Конечно помним, я лично плакала. Не, мы не об этом, мы говорим о том, какой был нокаут красивый, яркий. Да, то есть... Так Маркес к нему ушел, смотри сколько боев, то есть знаешь, что... Да, он готовился к этому, да. Там все было видно, что это не просто так, это была заготовка. Тоже жалко было, потому что я лично, как человек, хорошего, приятного. Скажи, а как относишься к UFC, к ММА, к таким этапам? Ужасно отношусь. Не нравится тебе? Все боксеры не нравятся. Я скажу почему. Да. Потому что я сам прошел путь вообще вообще, да. И я знаю, насколько это тяжелый хлеб. А все вы же видели там колени, и ноги, и локти. Только еще кусался, скоро начну откусывать части тела. Да. Слава богу, что я откусываю. Отламываю девочку из этой клейки, знаешь. Ну то есть это ужасно, это травма. То есть ты не смотришь, да? Я, во-первых, не смотрю раз, во-вторых, мне вообще не интересно, два. В-третьих, мне жалко этих ребят просто. Да. Вот и я считаю, что вообще надо пойти через спорт, потому что нашу нацию убивают. Просто убивают, потому что люди больные, инвалиды, и они заработают денег. Кто заработает их хоть даже по... Ну да, да. Пальцев. Еще останется. Кто зарабатывает большие деньги. Все остальные просто за копейки дерутся. Да, скажу, бокси тоже так же. Да, бокси так же. Но бокси так же. Не ломают ни локти, ни ноги, ни коленки, не выворачиваются на наружу. Я видел нас, проводилась мальчевая встреча в Санкт-Петербурге. Такая вообще дворовая. В моей школе бокса, скажем так, проводилась. И один человек попросил, говорит, можно? Ну, спаринг проведен по правилам, не любительские поддержки. Там один другому сломал руку так, что ему кость вот так вылезло. Смотришь, смотришь, что там кость торчит вот так вот. Аааа. Страшно зряющийся. Мама все равно не потеряла. Знаете, такое ощущение, что надо прийти туда от родителей, показать, чем не надо, куда не надо отдавать детей. Вот это было типа такое. Антиреклама спорта, да? Вообще антиреклама спорта. Вообще все. Самое интересное, когда повезли этого парня в больницу, то есть парень поехал, который рассказывал мне это. Он мне два года слышал. Я говорю, как? Он говорит, да, парень туда сюда. Он говорит, ну, все, да, сегодня со спортом. Нет. Сейчас, говорит, заживет и опять пойдет. Аааа. То есть я к чему говорю, что наши дети, наши люди, молодежь, когда придет туда, кем они станут? Говори. Там либо сломаны, либо переломаны. Ну, что дальше там? То есть нация получается такая вот, ну, ты турковатая, тепеловатая, не растет. Понятно, что там они такие убитыми становятся, все умеют, и бороться, и укусить, и что хочешь. Но здоровья-то нет. Скажи мне, пожалуйста, давай к тебе вернемся все-таки. Сейчас конкретно твои планы. То есть ты будешь давать частные уроки, хочешь акцент сделать все-таки на профессионалах, как я понимаю? Да, да. Я сейчас просто вот, чтобы выжить в этом большом городе. В чужом для меня городе, в принципе. И я просто, конечно, буду все равно давать частные уроки. для чайников. Для тех людей, которые ходят для себя, для здоровья, поставить здоровье и так далее. Еще раз говорю, будет очень интересно им это все, потому что у меня есть куча программ, которые я сам изобрел, ночами не спал, думал, как бы делать так, чтобы люди ко мне шли, и им было интересно. А что за программа, расскажи? Ну, нам с вами читать сейчас не хватит. Я вам вам должен показать, рассказать. Все-таки программы очень интересные. Еще основа, основа моей школы, это передвижение на ногах. Не прыжки, не пили. Мы по природе, мы ходим левая рука, правая нога. Нам так очень легко, и мы можем часами, днями даже идти. Поэтому бокс должен быть такой же. Как будто мы идем, уклонился, ударил. Уклонился, ударил. Но все на простой хреб. Руки так и есть на низ. Вот основа вот этого, чтобы ноги были всегда под вами. Особенно сложно и провалить, и наказать, и ударить. Соответственно, его тоже может легко добраться до соперника, добежать, если надо, и избить его. Либо отскочить, еще при этом как бы бить человека. Субтитры сделал DimaTorzok